Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Любимые и известные россиянами песни в День Республики пел в Чебоксарах большой сводный хор. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Ну а «Чувашия» в сердце России так назвали праздничный концерт сводного хора. Он объединил больше полутора тысяч голосов. Гимна страны, республики и другие любимые россиянами песни вместе исполнили детский сводный хор «Чувашия», коллективы из районов и участники фестиваля «Родники России». И конечно, принимай лучших хором, лучших хором, лучших хором. Мы представители Москвы и Московской области. И поэтому я могу сказать, что у вас здесь такой темперамент, такой задор, такое веселье. И самое главное – человечность, искренность, которой не хватает в больших регионах. Дирижировали хором Морис и Наталья Еклашкина. Хор – это такое мощное единство. Это общий дух. И разницы между детским хором и взрослым, вы знаете, практически ее нет. Потому что взрослые, это все же самые дети, такие же искренние чувства, такие же искренние эмоции, как у детей. Пусть всегда будет дело, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет я. После выступления хора площадку перед монументом матери заняли гармонисты. Там прошел первый республиканский конкурс «Играй гармонь». Соревновались в двух номинациях – соло и ансамбль. На сцену выходили любители и профессионалы. Владимир Стеклов из Канарского района играет с шести лет. Главное – не волноваться, играть, думать о чем, о игре только. Александр Краснов еще в молодости из-за болезни потерял зрение. Все мелодии подбирает на слух. Я как вот радио слушаю, вот Туван радио, национальное радио, я записываю на магнитофон, потом слушаю и разучу уже на слух. Аккомпаниатор Синьяльского дома творчества Анатолий Федоров показывает нам так называемую «саратовскую гармонь». Она известна с середины 19 века и отличается своеобразным тембром и особой силой звучания. В одну клавишу нажимаешь в одну сторону, да, один звук издает. А на джиме уже другой звук. Хотя на нем сложно играть, надо механировать. Ну и одну песню, одну мелодию я научился на нем играть. Это был непрофессиональный конкурс, хотя мастерство и чистота исполнения приветствовались. В этот раз участников обещали строго не судить. Наверное, даже словами нельзя выразить те чувства, которые можно выразить через инструмент. Под гармонией у нас что? Влюбляются, признаются в любви, веселятся, танцуют, грустят. Гармония, она где-то, может быть, отходит на второй план. Но, тем не менее, вот такие конкурсы, они способствуют сохранению традиций исполнения на национальных гармониках. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодно. Ольга Пырочкина, Вадим Владимиров, Республика.